Рабочее движение в начале 20 века Рабочее движение в начале 20 века неправильно было связано с развитием профсоюзного и коммунистического движения. Но нужно помнить, что оно также было связано и с фашистскими партиями, были фашистские партии внедрялись в рабочее движение, националистические партии были также либеральные, так называемые буржуазно-демократические рабочие движения тоже существовали. Их нужно учитывать, но если я его обширно не затрагиваю, Заги в основном именно связаны с профсоюзным и коммунистическим движением. История рабочего движения во многом связана с ее подпойной деятельностью, с преследованием, с борьбой за свои классовые интересы. Капиталистический способ производства и борьбы между классами капиталистов в Италии по мере исторического развития в 20 веке внуждал капиталистов ради сохранения капитализма идти на уступки с рабочими, ведя переговоры, создавая, внедряя, соглашать и придать ее в рабочее движение. Яркими тому примеры страны Дания, Норвегия, Швеция, фракция. Дея социал-демократы, побеждая на выборах, проводили в жизни реформы, как бы облегчая положение наемных работников, но по сути не решая конкретную проблему, а именно смену экономической формации и перехода к социализму. В Италии и Германии рабочие попали под влияние фашистов и националистов, которые в своем названии имели рабочие, в своих названиях имело слово рабочие, но по сути таковыми не являлись. Нужно понимать, что как только угроза гибели капитализма стала спадать, особенно это якобы проявило себя после контрреволюционных действий, приведших к развалу СССР, рабочие движения в тот момент развала СССР, находясь обласкованными словами социал-демократов, забыв о своей истинной борьбе за свои классовые интересы, быстро начал все свои достигнутые до этого достижения терять. Тому пример, как происходит сейчас в странах Швеции, Норвегии, где отнимаются достижения местных рабочих, во Франции и в других странах, где социал-демократы побеждали. Причем у многих этих странах социал-демократы даже потеряли свои, так сказать, парламентские возможности, их просто убрали оттуда, не пришли на выборах. Одним из точков активного развития рабочего движения в XX веке стало событие, которое мы все знаем. Это событие, связанное с маем 1886 года в Чикаге, где были расстреляны демонстрации рабочих. Данное событие привело к активному подъему профсоюзных движений в большинстве развитых стран. Сегодня, как мы знали, данное событие, ассоциирующее с солидарностью борьбе трудящихся, снизуло до такой степени, что до пафоса на шоу, где действующие официальные профсоюзы идут совместно со своими хозяевами и работодателями и прикрываются не истинными требованиями рабочими, а борьбе за свои права и защитой интересов, а охраной капитала своего хозяина, замыливая радужными картинами реальную суть 1 мая. Событие 1 мая, стоит напомнить, отразилось в истории как в Британии, Так, в Британии в результате данных событий в Чикаго с 1886 по 1918 год произошел резкий рост профсоюзного движения. Были созданы трудовые объединения для некрофицированных рабочих. Вскоре они уже выдвигаются не только социал-экономические, но и политические требования. В частности, члены британских профсоюзов в первой половине XX века развернули широкую кампанию в поддержку представления права голосовать женщинам. Эта борьба увеличалась успехом. После Первой мировой войны в Великобритании произошел резкий спад промышленности и производства. Безработица стояла 20%. Профсоюзы пытались отставить права трудящих, организовав всеобщую забастовку 1926 года, которая был бой на ударе по владельцам британских предприятий. В ответ правительства страны пошло на некоторое ужесточение законодательства, запретив всеобщие забастовки, ограничили право на пикетирование и иные акции протеста. Данный запрет действовал до конца Второй мировой войны. А Франция и профсоюзы стали появляться в конце 19 века. Однако серьезная общественная сила не стоит после трагических событий 1906 года. Тогда на угольных шахтах, расположенной между коммунарами Курьера и Иланца, произошла серия взрывов и пожаров. Только по официальным данным погибли 1999 рабочих. Однако в этот момент в шахтах присутствовало большое количество внештатных работников. Так что жертвы могло быть значительно больше. Процессорские профсоюзы решили использовать этот трагический инцидент с максимальной выгодой себя и развернули широкую кампанию забастовок и иных акций протеста. Как итог, правительство пошло на уступки и приняло закон о жедневном отдыхе, который определил форму рижневого труда, которую условно назвали 8 на 3. 8 часов труда, 8 отдыха и 8 сна. В США первые профсоюзы были созданы по образцу британских в 1869 году на рубеже 19-20 века. Самый яркий пример может служить забастовка 1902 года, в которой принял участие 150 тысяч углекопов в штатах Пенсиване, Западном Вижине, Алабаме и Вичиган, которые закончились компромиссами между рабочими и предпринимателями. В результате вмешательства президента Терридо Руслита зарплата шахтерам была увеличена на 10%. То есть мы здесь должны понимать, что в Советской России уже прожила социальная революция, и тут худо-бедно из-за мирового кризиса и спада после Первой мировой в многих странах приходилось идти на уступки рабочим капиталистам, дабы опасаясь, что у них тоже может случиться социальная революция, и они вынуждены были идти на эти уступки, а не потому, что они этого желали. В СССР профсоюзное движение было тесно связано с Коммунистической партией. В молодой Советской Республике велась мощная дискуссия о судьбе профсоюзного движения, Владимир Ильич Ленин в работе еще раз о профсоюзах о текущий момент и об ошибках товарища Троцкого-Бухарина писал, «Ясно, что в такой стране, которая переживала диктатуру пролетариата, раскол среди пролетариата и между пролетариатскими партиями, и массой пролетариата, ясно уже не только опасно, но и опаснейший, особенно если в стране пролетариата составляет небольшое манилищество на стене. Раскол и раскол по движению, который, как я стараюсь из их сил подчеркнуть в своей речи 30-го декабря 920-го, из движения почти поголовно газованно в профсоюзный пролетариат, означает раскол именно в массе пролетариата». Данная работа была ответа на брошюр Троцкого в роли задачи профсоюзов. К сожалению, данная дискуссия продолжалась довольно долго, она не была окончательно закончена, но об деятельности профсоюза также высказывал Иосиф Леонидович Сталин. «Следует иметь в виду, что дело с профсоюзами обстоит на Западе не так, как у нас. У нас профсоюзы возникли после появления партии, после того, как партия уже спела крепнуть и приобрести большой авторитет среди рабочих. У нас профсоюзы были насаждены и организованы силами партии, под руководством партии при помощи партии. Этим, между прочим, и обстоит тот факт, что авторитет партии у нас среди рабочих стоит намного выше авторитета профсоюзов». К 50-м и 70-м годам отношение к профсоюзам в СССР сложилось и усилилось благодаря появлению новых правовых актов и законодательств. Так, например, появилось положение о правах фабричного заводского местного комитета профсоюзного союза, который указан президентом Верховного Совета в тысячу был принят основой законодательства СССР о союзных республиках о труде, вторая конституция для профсоюзов. Большое значение для профсоюзов имели такие правые акты, как положение в социалистическом государстве и предприятии, положение порядки рассмотрения трудовых, споров, положение оттворяющих суда и некоторые другие. В середине 18-х годов профсоюзов СССР имели разведенную и устойчивую структуру, ограничивая встроенную в политическую систему общества, участие в решении производственных задач, такие как организация статистического соревнования, экономические учебы, забота о вскоре научно-технического прогресса, способствование сращиванию и усиливания профсоюза с действиями органов государственного управления, администрации и предприятия. Структура профсоюза стала напоминать хозяйственное министерство, с его развитой вертикальной структурой, приказной системой отчетности. Мощный штат аппарата стал скровой инициативой широкого профсоюзного актива. Привычные профсоюзы организации отсюда на многом отстекают современные проблемы из профсоюзов России. После распада СССР в России возникло несколько крупных трудовых поведений. Одно из них – Федерация неизвестных профсоюзов, которую многие не считают реальным профсоюзом. По сути мы и так это знаем, что оно не отстаивает. А также Конфедерация труда. Ну и более мелкие, независимые профсоюзы. Также у нас существует международная организация труда, которая боится отстаивать интересы по мере возможности. Но, к сожалению, ее деятельность тоже сводится чисто к формальной работе. И как таковой отстаивания нет. Рабочее движение в 20 веке за счет существования во многом Советского Союза удалось добиться больших, так сказать, перемен для себя, успехов. Но, опять же, нужно понимать, они были сделаны, с одной стороны, под давлением самого рабочего движения, профсоюзного движения, до коммунистических партий, тех же социал-демократов, до тех пор, пока существовала такая мощная сила и союзнику рабочего движения, как Советский Союз. То есть, как только его не стало, тут же мы видим сейчас обширно примеры, когда в результате кризисов все больше и больше профсоюза ужимается, все больше снижается количество профсоюзов, численность их снижается. Здесь у меня данные, примерно данные официальные, правда, по 2000 год, не везде, но вот численность членов профсоюзов на 100 человек. То есть, они постепенно сокращаются, численность, ну, это опять же официальные профсоюзы, потому что многие официальные профсоюзы, к сожалению, оказались не готовы к реальной борьбе в условиях, когда у них нет, так сказать, как у нас называется в народе, крыши, в виде Советского Союза, который их защищал. Они, к сожалению, оказались некогда не готовы и переживают сейчас, к сожалению, кризис. Но есть успехи в рабочем движении. Допустим, в России успешно работает Межрегиональный профсоюз рабочей ассоциации, МПРА. Он успешно организовал запастовку на заводе «Форд» в 5-м, 6-м, 7-м году. Особенно акция была 20-дневной запастовки в ноябре 7-го года. Итоги акции стали повышение заработной платы работников в улучшениях условий труда. Есть у нас также не совсем успешные забастовки «Желтые жилеты», знаменитые во Франции. Отчасти они каких-то добились требования, но, к сожалению, они сами не смогли сформировать конкретные свои требования. Но где-то им даже пошли на уступки. Даже по тем требованиям, которые они смогли сформировать. Положение рабочего движения начале 20-го века заставляет многих наемных работников все чаще смотреть в сторону коммунистических теорий, искать ответы в причинах происходящего в работах Макса, Энгельса, Ленина. Например, в кризис 2008 года Буржуаз на ТВ не раз вспоминал актуальную работу Карла Макса «Капитал», но по выгодной для себя свете. То есть, вот как мы видим, книга Сталина, там выпущена, то есть, работа «Капитал» Макса, не рекомендано упоминается, как бы, и не старается замыливаться, но показывается выгодным для них в свете буржуазного телевидения, буржуазии, чтобы получить, так сказать, свои пригрыши, выгоды. Далее. Как показал опыт рабочего движения 20 века, было активное движение студенческой борьбы во Франции, студенты активно выступали, были выступления в Германии, профсоюзе, но, к сожалению, неготовность их идти и понимание того, что необходимо не просто улучшение, а именно смена экономической формации, не позволило им достичь так успеха. Вот сейчас многие наши деловые организации в Европе, в мире пожимают эти плоды, и даже вот буквально на выборах они теряют позиции. К примеру, буквально недавно, это Молдавия, где был президентом Воронин, где была парламентская партия коммунистическая, в конечном итоге прошли выборы, нету ни президента, нету и партии этой коммунистической, потому что она не поняла, что задача у них не просто ввести в состав этих органов, а изменить экономическую формацию. Борьба рабочего движения продолжается, активно создаются новые независимые профсоюзы, проходят рабочие какие-то съезды, несмотря на все. рабочие движения учатся, изменяются, и мы должны понимать, что сами те рабочие, которые были в начале века, те самые пролетают, они тоже изменились. Внешне они изменились, но по существенно остались прежними. Мы должны понимать, что внешне как бы поменялись, и нужно научиться к этому новому подходу, к ним подходить по-новому. Это и необходимая наша сегодняшняя задача. Мы также должны объяснять, что единственный верный путь, как показала практика, это не попытка реформ путем социал-демократа, победы на выборах, или каким-то иным путем, путем профсоюзной, только чисто профсоюзной экономической борьбы, но только смена капитализма на социализм, дальнейшим переходом в коммунизм. Только таким способом можно что-то поменять. Так, что еще? Так. Что-то я хочу еще катки добавить. Сейчас спорю. В 20 веке происходило много активных рабочих движений, часто выдвигаясь, но, к сожалению, мы должны понимать, что за это время научились, и, как я уже упоминал, что были либеральные рабочие движения, так называемые, мелко-буржуазные демократические движения, которые научились вреда. Это тоже мы должны понимать. Были и фашистские партии. Кстати, вот хотел упоминуться статью одну, пока готовлю работу, нашел. Интересно, сейчас одну работу нашел. Так, на сайте скепсис по названию фашизм и рабочий класс. Вот там описывается, как нацистская партия Германии пыталась внедриться в рабочие движения. Там шел активный спор у них, и борьба внедряться, не внедряться. Даже по этой причине Гитлеру пришлось дописывать такой уступчивый момент где-то местами в своем майнкрафте, в моей борьбе, где он об этом описывал в нескольких пунктах. То есть мы должны понимать, что за 100-летний период за 20-й век буржуазные органы, буржуазные власти, капиталисты научились манипулировать рабочими, научились внедрять в них своих агентов, которые всячески пытаются, чтобы не бороться за свои права, а идти на уступки, как бы договариваться. Ну, ни к чему хорошему, как практика показывает, это не приводит. Это действует только до тех пор, пока у тебя есть так называемая взади защита в виде Советского Союза после того, как ее не становится, оно перестает действовать. То есть даже вот некоторые забастовки профсоюзные, крупные, они, к сожалению, не всегда достигают успеха. А говорить уж про официальные российские профсоюзы, тот, допустим, ФНПР, взять последнюю их газету, к сожалению, газету мне не вернули, в газете у них была написана статья хорошая, заговор, то есть не статья, а заговор хороший. Следственный комитет наглянул в офис ФНПР с проверкой. Смотришь, заговор хороший, думаешь, ФНПР там боролась за рабочих на Следственный комитет. Открываешь, вопрос стоит об имуществе, что у них пытаются всего лишь, так сказать, через Следственный комитет кто-то отобрать их имущество. А рабочих, к слову, вообще нет. Другая статья в этой же газете говорится о том, что вот рабочие хлебзавода Московской области остались без зарплаты уже 5 лет им задерживаются. Но там же написано, что у них все эти 5 лет существовал официальный профсоюз и задается вопросом, что же он 5 лет делал, что в конечном итоге люди 40 миллионов им должны. Вот это официальные профсоюзы. Опять же, обратимся к другому официальному профсоюзу, КТР, конфедерации труда. Тоже вроде неплохой, маленький, независимый, но мне понравился ответ одного из его представителей, готов ли он пойти на завод прогресс. Ну, если они сами создадут первичку, к нам обратятся, хотя там первичка, мы все знаем, есть уже, готовы, ну, как бы, сами не готовы пойти, ну, вопрос зачем. Другой вопрос, опять же, о том, что если рабочее движение сейчас и борется, оно есть. Опять же, говорю, что оно видоизменилось, но оно есть. Может быть, оно не такое, как 100 лет назад, но, по сути, оно стало внутри себя точно таким же. Например, этого активного рабочего движения, как только рабочие завода прогресс начали активно выступать, бороться, тут же начали к ним приезжать журналисты, снимать их, тут же выходит у них решение, неофициально, как бы, заставляет их под увольнение подписать дополнительный договор, а не разглашение ситуации на заводе. То есть, их заставили подписать, это незаконный документ, но они вынуждены были подписать его. Опять же, они боролись. Вот тоже недавно завод мы вспоминали Данигорский, Данигорский бор. Да, там опять же завод тоже, там наверняка есть официальный профсоюз, но опять же, опять же, где он, ну, завод закрывает.